итак всем привет и это видео инструкция по HTC 8s как его перепрошить с нуля и обновить до windows phone 8.1.1 то есть update 1 так как это является к сожалению тривиальной задачей в связи с некоторыми багами поэтому по просьбе пользователей форума 4pda я это запишу сейчас видео инструкцию покажу как это делается сразу отмечу что есть два способа отката на первоначальную прошивку первый это сервисная прошивка которая давно уже есть на форуме там интернете и так далее и второй это недавно появившийся способ через windows phone recovery tool который по идее предназначен для восстановления до восьмерки с тестовых сборок windows 10 которых нету для HTC 8s и говорят что там как бы появилась возможность отката и 8s просто то есть хоть его windows 10 нельзя поставить типа перепрошить на windows 8 все равно можно но так как там не всех доступна почему-то прошивка возможно это связано с регионом с не за доступностью серверов и так далее более того если вы уже что-то ковыряли например там реестр ковыряли изменили там имя телефона в настройках там в этом реестре да и так далее то у вас может она неправильно распознать телефон с этим могут быть проблемы и так далее и так далее сервисная программа она всегда перепрошьет до нужной родной прошивки никаких проблем не возникнет ну что ж но перед началом ну понятно там ничего так особо не нужно кроме стандартных предосторожности вроде там зарядить хотя бы половину там аккумулятора но желательно полностью там да вот у меня принципе сейчас 48 процентов этого достаточно но если у вас очень слабый аккумулятор то конечно рекомендуется все таки побольше зарядить но так как все равно при прошивке телефон подключен кабелем который кто заряжает то я не вижу в этом большой опасности ну в общем на свой страх и риск говорится как обычно и так по сути не важно на каком состоянии у вас телефон находится ну то есть даже если у вас там по каким-то причинам не загружается операционная система а у меня такой один раз было что какой-то был софтовый баг и так далее главное вы просто его выключаете там или если он там не загружается там значит просто у вас уже выключен так все дождемся затем мы зажимаем кнопки громкости обе одновременно и кнопку питания и продолжаем держать к сожалению не очень удобный ракурс но я думаю понятно это инструкция как бы есть это вход в прошивочный режим держим кнопки громкости обе до победного вот до белого экрана вот появился сервисный режим подключаем кабель изначально кабель отключен чтобы он не входил в режим зарядки включение сам от подключенного кабеля до чтобы могли спокойно треживать и если у вас ну кабель понятно что он подключен компьютеру да под управлением windows так далее там он установит драйвера вам прошивочные если не установлены и так далее в общем как бы это сейчас не тема видео в принципе проблем не должно возникнуть итак вы скачали прошивку для своего региона сервисную вы просто запускаете этот файл да ну кстати естественно кто может быть по каким-то причинам не в курсе все файлы с телефона все настройки будут в длины ну который вас в облаке понятно что они в облаке да но который локальные файлы все будут звены ну карта памяти не считается но приложение с карта памяти тоже будет удалены потому что вы потом одно а у вас он просто потом не пустит ставить приложение на карту памяти пока вы их не удалите старые так что если какие-то есть там данные если есть возможность их забэкапить то сделайте это обязательно и так просто запускаем этот файл и просто нажимаем далее он сразу же начнет прошивку мне это всегда удивляет но как есть так и дожидаемся окончания прошивки и 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 так телефон включился выполним первоначальную настройку но лично когда я пробовал делать то я не заметил особо разницы делать на английском это языке или нет но как бы поэтому я лично ставлю сразу просто русский язык он перезагружается то есть никаких либо дополнительных проблем с использованием русского языка я не обнаружил то есть все прошивки ну все обновления также доступны абсолютно никакой разницы и и и и и и ну так как это вообще способ ну понятно что это отнюдь не официальный да и поэтому Поэтому многие жалуются, что у них эта инструкция не работает. Я не знаю по какой-то причине и не могу ответить на этот вопрос. Я просто снимаю инструкцию так, как это работает у меня лично. Многие отписываются, что у них это тоже работает. Но если у вас это не работает, то я боюсь, что больше ничем не смогу вам помочь. То есть сразу говорю, что как бы вот то, что сейчас я делаю, это единственный способ, который я знаю. Так, ну, не знаю, пока рекомендую, можно все выбрать. Так, там страну. Ну, это, конечно, такое, не важно, что вы тут ставите, да, но я просто сразу уже поставлю для себя правильный там часовой пояс и так далее. Но это, я думаю, ну это понятно, это абсолютно не важно. Тем более, сейчас с этой прошивкой он там неверный, по идее, бы. Так. Далее. Так. Вот тут тоже такой момент. Кто-то пишет, что не нужно входить в учетную запись до определенного момента. Я лично такого никогда не делал. Я сразу вхожу в учетную запись, как бы, и у меня с этим не возникало никаких проблем. Так, ну, понятно, сейчас я это веду не на камеру, да, чтобы там мою учетную запись-то не раскрывать. Просто входите под своей учетной записью Microsoft, как обычно. Субтитры сделал DimaTorzok. По всей вероятности Wi-Fi он не подхватил. А, ну логично, Wi-Fi уже закрыт, и значит он сейчас будет использовать мобильный интернет, который я, кстати, не знаю, сейчас доступен ему или нет. По идее, должен быть, но... Как видим, он отвечает долго. Но в любом случае, если вы не сможете войти прям сразу, потому что там не подключились к Wi-Fi и так далее, вы можете просто это пропустить, этот шаг, завершить настройку, потом элементарно заходите в настройки, настраиваете Wi-Fi и входите под свои учетные записи. Никакой разницы я в этом не вижу. Продолжение следует... Отлично, он вошел все-таки. Вот, по поводу бэкапов. Вот тут, кстати, возможно, это важный момент. Я лично всегда выбирал отменить, то есть начать с телефоном работу заново. Потому что иначе он начнет скачивать все настройки и, может быть, это как-то повлияет. Поэтому я рекомендую выбрать не восстанавливать ничего из бэкапа. Ну, резервную копию, не знаю, мне кажется, здесь все равно. Как бы я нажимаю «Да», но, по-моему, это не должно никак влиять. И уже ждем завершения настройок. И переходим к следующему шагу. Итак, как видим, у нас родная прошивка. Нету никакого вверху шторки и так далее. Соответственно, переходим к настройке Wi-Fi. Как обычно. Потому что, как видите, у меня данная не подхватилась, потому что она тупо с паролем. Да, вот текстовое предложение нажимайте «Закрыть». Не соглашайтесь. Я думаю, вот это вот важный момент. Не знаю, то есть точно помешает ли это выполнению нашей задачи, но вполне может, вполне может. Потому что это обновление явно будет занимать место. Итак, все, я настроил Wi-Fi. Теперь мы просто идем в обновление телефона. «Проверить наличие обновлений». И сейчас мы устанавливаем все обновления, которые только нам придут. Но придет их не так уж и много относительно, поскольку для HTC 8S официально не выходило даже в 8.1. Но, тем не менее, устанавливаем все обновления, которые доступны. Без каких-либо пока что «Превью for Developers» и так далее. Просто которые официально приходят. Пусть приходят. И устанавливаем их. Ну, я этот процесс показывать, наверное, не буду, потому что это довольно долго. Там может занять часы. Так что вернемся, когда будут установлены все официальные приложения. То есть я сейчас не буду ничего такого делать, специфичного. Просто установка обновлений через настройки и все. Никаких манипуляций. Итак, вот мы установили все доступные обновления без каких-либо манипуляций с «Превью for Developers» и так далее. И текущая версия прошивки – это 8.0.10.501.127. Далее мы заходим в магазин и устанавливаем «Превью for Developers». До скорых встреч! запускаем активируем его стандартным способом все как обычно далее вводим свою учетную запись и нажимаем вход и ставим галочку enable все должно написать success теперь идем опять в настройки телефона обновление и проверяем обновление нам сейчас придет несколько обновлений потом придет Windows Phone 8.1 и потом еще придет несколько обновлений и наконец придет то самое обновление которое в 8.1 update 1 и критическое обновление и они не будут устанавливаться будет выдаваться ошибка соответственно сейчас опять же без каких-либо дополнительных манипуляций просто ставим все обновления до того когда будет выдана ошибка то есть ничего страшного что мы попробуем его установить он напишет ошибку то главное убедиться что все предыдущие уже установлены если будет предложена опять установка текстовых предложений или каких-то голосовых функций от этого всего мы отказываемся ну вот собственно опять этот процесс долгий на часы может растянуться поэтому в конце концов вы получите вот эту ошибку 0x80188308 да она 2 раза почему-то выскакивает но как только вы ее получили 2 раза значит переходим подключаем телефон к компьютеру и файл custom vp system неважно какой версии ну вроде бы раньше была 0500 сейчас 0600 я не знаю точно какая разница но скорее всего работать будет с любым копируем на карту памяти телефона например в корень далее запускаем если у вас телефон не разблокирован для разработчика он скорее всего не разблокирован так как мы его перепрошивали то мы его регистрируем ну как бы как установить это приложение и так далее я объяснять не буду это в других инструкциях объясняется экран телефона конечно же разблокирован и так оно разблокировалось закрываем теперь запускаем application deployment выбираем девайс обзор выбираем а да забыл забыл важную конечно же деталь переходим настройки телефона далее контроль памяти и здесь смотрим чтобы устанавливать новое приложение в телефон обязательно но также заходим сюда в телефон в приложение и находим preview for developers и перемещаем его на SD-карту это он предлагает нам удалить сейчас приложения которые были установлены на карту памяти до прошивки как я говорил их придется удалить в любом случае все оно переместилось еще раз повторю здесь должно быть выбраны телефон так теперь мы значит выбираем кастом вп-систем открыть развернуть развертывание проложения завершено отлично закрываем закрываем находим во-первых приложение preview for developers и выносим его на рабочий стол это обязательно иначе оно потом пропадет теперь находим приложение кастом вп-систем запускаем нажимаем sd-card permissions выбираем sd-card и жмем галочку зеленым стала надпись sd-card permissions далее select the target app здесь должна быть выбрана preview for developers и нажимаем select the sd-card ну тут то место куда мы положили наше приложение вот оно custom pfd 0003 apply сап надпись operation completed try to open the preview for developers что мы и сейчас сделаем как видим у него пропала иконка и здесь она стала другой но напомню обязательно плиточку надо высунуть теперь его запускаем переходим на вкладку tweaks здесь есть пункт c mtp access may give problem with the transfer on pc да включаем эту функцию после этого не помню точно нужно переподключать обязательно телефон к компьютеру или нет но хуже не будет если мы вытащим кабель и воткнем итак теперь ждем пока телефон подключится заходим заходим диск телефона и видим здесь много непонятных папок заходим в папку htc weather и видим здесь кучу файлов видео файлов мы всех либо удаляем либо перемещаем в какую-либо там папку в которую вы хотите главное что мы не копируем а перемещаем то есть чтобы здесь их не было тем самым мы освобождаем место на телефоне то есть еще раз мы заходим в папку cc weather и здесь пусто теперь мы опять возвращаемся к телефону заходим в настройки обновление и снова пытаемся установить обновление и снова пытаемся если обновление по-прежнему не устанавливается попробуйте сделать полный сброс то есть hard reset чтобы удалили все приложения весь кэш там и так далее при этом файлы погоды они не восстановятся сами по себе поэтому после hard reset можно сразу пытаться установить обновление также есть еще один способ как можно еще немножко места освободить если то есть если вам ничего не помогает то сделайте следующее я не буду сейчас это демонстрировать но такой способ есть ставите даже на телефоне на 100 лет больше чем сегодняшний год то есть например там 2120 после этого пытаетесь запустить системные приложения которые не удаляются например например соответствие стандартам битс аудио сенсоры вежливости они при запуске они удалятся они предложат вам удалить так как они не могут запуститься с такой датой то есть это единственный способ удалить но естественно удаляя их вы удаляете и то ради чего они нужны ну мне например они не очень нужны поэтому в принципе я считаю это более менее оправданный риск к тому же возможно что после хайтеризета они все равно восстановятся на самом деле я не знаю точно но по крайней мере вот можете иметь в виду такой способ еще и ждем установки обновления это это но это может не что это что это и это это И вот каким-то таким вот образом обновление было Успешно установлено Ну, это еще не все Теперь осталось завершить начатое Так, для начала Для начала мы снова подключим телефон к компьютеру И скинем обратно файлы погоды Ну, если вы их уже удалили То, ну, значит удалили Но, как бы, ну, не знаю, ну, как бы я сказал, что можно либо удалить, либо переместить На самом деле так и есть Но, в принципе, ничто не мешает переместить их обратно Потому что, ну, как бы, уже обновлений никаких устанавливать не нужно Так что Windows 10 все равно вы не получите На данный момент, по крайней мере, нет ни одного способа Странно Возможно, у меня просто кабель отсоединился Не важно И, да, значит так Я крайне не рекомендую Ставить Windows Insider Приложение Поскольку оно устанавливает Некое обновление Подготавливающий телефон К программе Windows Insider Все равно, опять же, повторюсь В Windows 10 вам не придет Но у меня лично после того обновления Я не знаю, совпадение или нет Но лично у меня после того обновления Телефон стал Беспорядочно перезагружаться Странно Не хочет он Почему-то копировать некоторые файлы Ну, ладно Это не важно Если честно, я даже не знаю По какой причине Абсолютно все равно Ну, нет так нет Как я сказал Они, в принципе, не важны Да Вот Теперь смотрим Все, никаких обновлений не обнаружено Если будут предлагаться Текстовые предложения Загрузить Ну, обновления, вы знаете Можете ставить Теперь уже можете ставить Ничего страшного Итак, текущая версия Давайте я сейчас сделаю скриншотик Чтобы Чтобы Было видно Хорошо И вот Текущая версия 8.10 14.219 14.341 Вот именно Такая версия Сейчас установлена Вместе с критическим обновлением И так далее И так Дальше А дальше мы делаем Следующее Помните, я говорил Сделать плитку приложения Как видите Приложение пропало Которое Preview for developers Измененное Но плитка осталась Запускаем через плитку Его Опять заходим В Twix И Отключаем Эту функцию Которую мы до этого Включали Мтп Акцесс Чтобы телефон Нормально Теперь виделся Опять с компьютера Как обычно Чтобы системные папки Были не видны После этого Мы удаляем Custom Впсист Ну, просто Поскольку Он нам не нужен Чтобы он Не валялся И никто Чтобы его Никак Не запустил И вам что-нибудь Там не понаделал Вдруг Нехорошее Ну, можете Еще зайти В принципе И Удалить Preview for developers Поскольку Оно теперь тоже Не нужно Абсолютно И все На этом В общем-то Все и заканчивается Теперь у нас На 8.1.1 Прошивки В HTC 8S С установленным Критическим Обновлением Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...